Дорогие друзья, сегодня готовим вкусный сливочно-картофельный пирог. Я предлагаю вам базовый вариант рецепта. Если вы любите более ярко выраженный вкус, можно в начинку добавить черный перец, жареный лук, жареные грибы с жареным луком или же сушеные грибы перемолотые в кофемолке. Можно оставить в таком же виде. Получается очень нежный сливочный вкус, ароматный. Ну и есть его нужно со сметаной или йогуртом. И есть еще один вариант. Добавить в само тесто немного сыра пармезана. Это очень вкусно! Давайте я вам покажу базовый рецепт, а вы напишите в комментариях, какой вкус вы предпочитаете и что вы хотели добавить. Можно добавить все, что угодно. Рецепт теста совершенно потрясающий. Его можно использовать для приготовления как сладкой, так и соленой выпечки. В одном из видео на основе этого теста мы пекли сетери пахлаву. Это именно этот рецепт, он очень удачный, так что можно взять себе на заметку. И для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Два некрупных яйца, полная чайная ложечка соли, полная чайная ложечка разрыхлителя, 150 грамм сметаны, примерно 400 грамм просеянной белой муки, 130 грамм охлажденного или замороженного масла. Базовая начинка это отварной в мундире картофель и сыр моцарелла. Понадобится примерно 800 грамм картофеля и 200-300 грамм сыра моцарелла. Среди прочего, что я назвала в начале видео, к этой базовой начинке можно также добавить зелень. С зеленым луком будет очень вкусно. Даже такой легко растекающийся при нагревании сыр, как моцарелла, вместе с картофелем тесто не прорывает и остается внутри. Вместо моцареллы можно взять вообще-то любой сыр. В начинку понадобится еще одно яйцо, а для оформления выпечки кунжут. Прежде всего отправляем картофель вариться, а в это время займемся тестом. Хорошо охлажденное, а лучше замороженное сливочное масло обваливаем в муке и натираем на крупной терке. Раньше рубили ножом и смешивали с мукой, но мне кажется, этот метод с теркой просто очень удобный. Затем перетираем масло с мукой руками, чтобы получить однородную крошку, похожую на влажный песок. Делаем небольшое углубление и добавляем остальные ингредиенты для теста. Два яйца, соль, разрыхлитель и сметану. Перемешиваем все ложкой в начале. Далее, когда перемешивать уже будет сложно, переходим на замес руками. Замес этого теста не займет много времени. Нет необходимости вымешивать каким-то особым образом это тесто. Просто добиться однородной структуры. На все про все уйдет минуты две. И очень быстро мы получаем вот такое нелипкое, мягкое тесто. Оставляем его на столе отдыхать минут на 10 или 15. Затем отдохнувшее тесто разрезаем на две равные части. Каждую из них буквально несколькими движениями прокатываем по столу. Округляем. Получаем два шарика. И снова оставляем их отдыхать на столе. К этому времени картофель для начинки уже сварился. Очищаем его. Ой, кстати, смотрите, какая у меня красота сегодня с утра. Обязательно сниму рецепт настоящих кроссанов. Итак, картофель очищаем. И немного нарезаем, чтобы он быстрее остыл. Еще теплый картофель добавляем в сыр, соль, яйцо, желательно черный перец. Я просто не хотела на видео делать начинку с сироватой от перца, но перец очень подходит. Ну и все, что вам понравится. Это может быть жареный лук, грибы, зелень. В общем, то, что любите. На очень слегка припыленной мукой рабочей поверхности или сразу на пергаменте раскатываем очень приятное, мягкое, послушное тесто. Раскатываем максимально до размера ширины противня. Выкладываем начинку, равномерно распределяем ее, оставляя буквально 2 см отступ. Раскатываем вторую часть теста. Тесто очень послушное, не рвется. Раскатать его можно до тонкого. Переносим и укладываем на начинку. Я стараюсь сделать так, чтобы нижняя часть теста была чуть шире, чем верхняя. Для того, чтобы при защипывании бортик оказался в верхней части пирога. Можно защип поставить в таком же виде, а можно сделать фигурно, как оформляют вареники или чебуреки. К этому времени духовка должна быть разогрета до 180 градусов Цельсия. Заготовку смазываем желтком с 1 столовой ложкой молока или сливок. Промазываем хорошенько также бортики. И вилкой делаем вот такие фигурные полосы, одновременно прокалывая верхнюю часть теста. Оформляем пирог кунжутом. Можно в сочетании с семенами черного тмина, что сделает выпечку еще более ароматной. Заготовку переносим вместе с пергаментом с помощью доски на противень. И отправляем на выпечку в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на режим верх-низ, без конвекции. Пирог печется около 40-50 минут. В зависимости от вашей духовки и последние 10 минут я бы рекомендовала включить только нижний подогрев, чтобы точно низ хорошо пропекся. Лучше дать пирогу минут 10 хотя бы для стабилизации, а потом уже разрезать. Заметьте, что тесто при выпечке нигде не прорвалось, не деформировалось и при нарезании не лопает и не рассыпается. Как видите, верх и низ пирога прекрасно пропеклись. Такой пирог с салатом и со сметаной или йогуртом может быть самостоятельным обедом, но и сам по себе на блюде прекрасно смотрится на праздничном столе. Надеюсь, что рецепт вам понравился и рецепт теста пригодится вам еще для многих-многих пирогов. Ссылка на рецепт видео приготовления пахлавы указана в начале видео на вашем экране. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новом видео!